Есть ли шанс вернуть историческое здание к жизни, мы решили узнать непосредственно у его владельцев. Их у Морозовской конторы сразу трое. К сожалению, дать комментарий согласился лишь один. Он уверяет, на реконструкцию необходима огромная сумма, так что в ближайшее время здание точно не появится. Как нам рассказал Калояр Кувшинников, чтобы создать и утвердить проект, а затем построить копию здания, требуется от 30 до 40 миллионов рублей. Ее у собственников нет. Помощи от государства не дождались, хотя рассчитывали на нее. Для восстановления этого здания я бы предложил ввести в состав учредителей новых членов, инвесторов. Но мои компаньоны воспротивились этому. Видимо, у них есть свои интересы на эту землю и на перспективы развития. В настоящее время, по его словам, он ведет судебные тяжбы с бывшими коллегами, которые мешают самостоятельно искать новых партнеров. Заметим, согласно предписанию Алтая охранкультуры, здание восстановить следует уже до конца 2019 года. Когда сроки выйдут, возможно, его собственникам придется выплачивать штрафы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!